Глава региона Серегбай Трумов побывал с рабочим визитом в Жанаузене. Там глава региона ознакомился с планами социально-экономического развития города, по строительству предприятий, дорог, жилья, а также посетил ряд строительных площадок и встретился с коллективами. Подробности у моих коллег. В комплексном плане развития на 2019-2025 годы из 67 пунктов 59 касается именно города Нефтяников. На различные направления предусмотрено 230 миллиардов тенге, 34 миллиарда на текущий год. Это и строительство предприятия по производству электроэнергии, комбината по переработке твердобытовых отходов во вторичное сырье, создание каворнки в центре. Не останутся без внимания и арендное жилье, и, конечно же, автодороги. В этом году на дороге республиканского местного значения в бюджете предусмотрены средства. В комплексный план включены села Рахат, Тенге, микрорайоны Бост-Андек и Мамер, а также внутригородские дороги. Планируем реализовать в текущем году. Развитие малого и среднего бизнеса. В планах создание 200 новых постоянных рабочих мест. Только с начала года в Жан-Ан-Зене 38 человек прошли специальные курсы предпринимательства и получили сертификаты. В 2020 году в эксплуатацию ведут стационар на 50 койко-мест. Еще два бизнесмена занимаются пассажирскими перевозками. Однако нужна здоровая конкуренция, отметил глава региона. Также в приоритете строительства водоопреснительной установки мощностью 45 тысяч кубометров воды в сутки в районе Кендерли. Со стороны Озин Мунайгаза проделана большая работа. Комплексный план принят три раза. Создание условий, повышение благосостояния населения, развитие экономики – это забота государства. Мы должны не просто пользоваться этим, но и дорожить. Мы должны всегда быть готовы направить средства на благо народа. Проекты должны быть готовы из года в год. Мы должны быть готовы рационально использовать средства республиканского бюджета. В рамках рабочего визита Аким области ознакомился со строительством сахарного завода. Работа окончена на 90%. После окончания проверки, а это в течение месяца, предприятия ведут в эксплуатацию. Это позволит не только производить сахарную продукцию, но и создать более 40 новых рабочих мест для местного населения. Завод будет работать круглосуточно, в три смены. Это позволит в сутки произвести 10 тонн, а в месяц 300 тонн сахара. Можно обеспечить область полностью запланированно и поэтапное увеличение объемов производства. Руслан Агаев, Каржи Кабайтури, Каспия Акпарат.